Друзья, всем привет! Как и обещали, наш репортаж с мотозимы очень долго я провозился с техникой, скоро уже старт, но я надеюсь, что-нибудь поснимать мы все-таки успеем. Поэтому оставайтесь с нами, надеюсь, видео будет интересным. Увидимся! Друзья, ну что, буквально сходу встретил своего старого товарища, ну и по совместительству Кирилл Синяков, руководитель производства завода вездеходов «Медведь». Кирилл, привет! Как ты живешь? Как ты живешь? Зачем ты сюда приехал? За кого ты будешь болеть? Ну, конечно же, за тебя! Нет, серьезно, я, насколько знаю, у тебя сегодня ответственная миссия. Да, я сегодня в качестве эвакуатора на вездеходах, если вдруг, не дай божок, но мало ли. Хорошо, но я надеюсь, что мы с тобой увидимся только на старте и на финише. Я тоже так надеюсь и тебе этого желаю. Спасибо, Кирилл, дать тебя видеть, хорошего тебе мероприятия. Друзья, ну что, продолжается выставка и как всегда уже традиционно я встречаю Алексея. Я Алексей, представитель компании «Лифан Мото», «Лифан Северо-Запад», «Лифан Силовая Техника», группа компании «Лифан». Напомню, если кто-то не знает, что именно компания «Лифан» предоставила мне сегодня вот этот агрегат для участия, за что отдельно ей большое спасибо. Ну что, Алексей, буквально пару слов. Как у тебя дела? Зачем ты сюда приехал? Чего ждешь от мероприятия? Владимир, да, приветствую вас, друзья, всем. Что жду от этого мероприятия? Наверное, просто отдохнуть душой, посмотреть, поздороваться с нашими партнерами, полюбоваться прекрасным солнечным днем. Ну и, не знаю, пожелать, наверное, удачи всем участникам этого мероприятия. А тебе, Владимир, не знаю, успехов, процветания первого места на двигателе «Лифан» 15 лошадиных сил «Спортсерия». Я думаю, этот агрегат тебе сегодня поможет на этой нелегкой трассе. Поэтому как-то так. Спасибо, Алексей. Я, честно говоря, хотел задать тебе каверзный вопрос, потому что я знаю, что здесь принимают участие многие твои, скажем так, партнеры, клиенты. И хотел спросить, кому ты желаешь победы. Но я на него ответ получил. Тут, наверное, Владимир... Надеюсь, что в других интервью ответ будет такой же. Я желаю всем удачи. Тут, наверное, дело не только в местах, но непосредственно в участии на этом мероприятии. Он, не знаю, каждый год собирает все больше и больше участников и зрителей. Поэтому поехали. Ну что, я, конечно, не победил. Но не знаю, не знаю, что сказать. Тяжело, очень тяжело. С другой стороны, очень кайфово. Очень прям какая-то гордость для себя. Гордость перед всеми нашими покупателями. Хотелось доказать, что мы действительно не просто занимаемся коммерцией, а показываем, что занимаемся в неком делом. Ну, все, все, дайте мне доходить. Друзья, такая приятная новость оказывается, со мной в заезде участвовал популярный YouTube-блогер, который занимается рыбалкой. Николай Алексеев и его канал Настя. Здрасте. Николай. Как дела, как мероприятия? Буквально можно пару слов. Это классно. Я, на самом деле, меня уже два года, наверное, сдвали. Все как-то не доходило. И тут карты сошлись. Я бы вчера прилетел с Ургута. Думаю, надо съездить. Тем более у нас утопленный барбос до сих пор на ходу. Хотелось... Вообще цель была просто доехать. Потому что я слышал, что в том году половина участников не доехала. Мне хотелось просто, ну, вот, проверьте себя. Конечно, трудная трасса. У меня рука до сих пор вот так вот трясется. Я понимаю. Я первый раз вообще участвую. Для меня это большой, огромный опыт. Я через пять минут думал, может, развернуться, поехать. Была такая, да, тема. Вначале, через пять, я думал, ну, все. Рука не слушается, руки не сжимаются. Ну, а в конец, наоборот, когда приехал под конец, уже хотелось... Я только во вкус вошел. И в финиш, блин, а? Расстроился, короче, немножко. Ну что, друзья, Николай Алексеев дал для нас коротенький период. Спасибо большое, Николай. Удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...